Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». В студии Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Двери открыты. Сегодня в столице Чувашии начала работать многопрофильная поликлиника. Защита прав и интересов. Свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры Чувашии. Купаться разрешено. Крещенские купели сделают безопасными. Чувашия примет участие во Всероссийском инвестиционном форуме «Сочи-2020». Он откроется ровно через месяц. На выставочных площадях будет представлен ряд предприятий региона. Промышленники «Малый бизнес» продемонстрируют наиболее перспективные инвестиционные проекты. Сейчас формируют деловую делегацию, которая примет участие в панельных дискуссиях и круглых столах. В этом году дискуссии сосредоточатся на трех направлениях инвестиций в регионы, цели, задачи, инструменты. По данному направлению пройдут деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитие туристического потенциала субъектов Российской Федерации и акселерация малого бизнеса. Как сообщил министр экономического развития, в рамках инвестиционного форума планируется подписание двух соглашений с регионами России. Дворец здоровья с инновационным уклоном. Так можно сказать об открытой сегодня в центре Чебоксар многопрофильной поликлинике. Какие возможности создали для горожан, выяснял Дмитрий Ковалев. Так в год столетия республики дают старт открытию целой череды новых объектов. Многопрофильная поликлиника, отметил глава региона, начинает работу на месяц раньше обозначенного в контракте срока. На строительство современного медицинского центра было выделено порядка 800 миллионов рублей. Это инвестиции в здоровье нации. 30 лет практически говорили об этом, не могли делать. И в начале года, в новом 2020 году, мы практически отмечаем вот этот праздник. Когда вот вы смотрите, следите, отслеживаете за ходом строительства, намного качество лучше получается. Многопрофильную поликлинику начали возводить летом 2017-го. Главный врач признается, что за эти годы и сама освоила многие тонкости строительного дела. Иначе никак. Отстать от графика, сначала подвести более 40 тысяч человек. Здесь будут оказывать медицинскую помощь жителям центрального района Чебоксара. Я сама тоже начала работать в этой поликлинике 22 года назад, в электроаппаратной поликлинике. Ну вот пришлось вот так принимать участие в строительстве многопрофильной поликлиники, которая будет филиалом нашей больницы, центральной городской больницы. Решали, находили общие решения. В принципе, больших вопросов не было. Открытие многопрофильного медицинского центра должно разгрузить очереди в других поликлиниках столицы. Особенно в центральной городской больнице. Она принимала вдвое больше пациентов, чем положено. Такая больница у нас современная открылась. Когда тут закрыли, мы пошли в строительную и в Хабака. Где нас примут, мы туда ходили. Для меня это очень хорошо, потому что я всю жизнь ходил в эту местную часть. А теперь я был вынужден в поликлинике строителей. Во-первых, там народу очень много. Очень много там. Ну и ездить тоже все-таки далеко. А здесь это больница уже просто привыкшая. Все врачи, все родные. Сейчас в коллективе более 90 врачей. Среди них и узкие специалисты. Аллергологи, пульмонологи, дерматологи. Поликлиника укомплектована самой современной аппаратурой. От рентгенаппаратов до уникальных компьютерных томографов. Мы используем при проведении исследований с внутренним контрастным усилением. Это улучшает диагностическую возможность. Воздущие включаются в воздушную болезнь. Воздущую систему можно оценить в хвостном окне. Брюшную полость мы здесь не можем оценить, так как это не брюшная полость. Мозг. С мозгом все в порядке. Один из профилей поликлиники – лабораторная диагностика. Это существенно сокращает время исследования анализов. Это анализов общего анализа мальчика. Определяет основы 14 параметров. Производительность 120 анализов в час. Станет доступнее не только первичная, но и специализированная медицинская помощь. Для пациентов оборудовали отделение восстановительного лечения. Через полторы минуты меняется угол наклона, либо скорость. Можно скорость уменьшить. Вот здесь вот. Можно скорость уменьшать. Вот уменьшаем. Совсем пошло. Среди ключевых задач – повышение качества медицинских услуг в шаговой доступности. Оценивать работу врачей будут пациенты, отметил глава региона. После инвестиций мы вложили ФАП, офисы и так далее. Душа медика, медицинского работника, вот она должна быть здесь. Порей в душе должен быть у каждого из вас. Идет на поправку. Именно такой диагноз сейчас можно поставить первичному звену здравоохранения. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов муниципалитетов и вот таких современных поликлиник – одна из ключевых задач национального проекта. До конца этого года в рамках программы развития здравоохранения в столице региона откроется и новый инфекционный корпус второй детской больницы. А в ближайшие пять лет в республике модернизируют все районные поликлиники. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика. Открытие многопрофильной поликлиники – пример того, как Чувашия эффективно реализует масштабные проекты. Это в интервью нашему телеканалу отметил депутат Государственной Думы России Николай Малов. И в работе местных органов власти из года в год укрепляется и совершенствуется материально-техническая база здравоохранения Чувашия. Хотя мы также понимаем, что впереди у нас еще много планов и конкретной работы в этой области. Троллейбус под символичным номером 100 не вышел сегодня на рейс Чебоксара-Новочебоксарск из-за дополнительных согласований. Об этом стало известно во время совещания в Доме правительства. Тестовый рейс, связавший два города, состоялся в конце прошлой недели. Троллейбус проехал по маршруту от Красной площади Чебоксар до библиотеки в Новочебоксарске. Запустить троллейбусное сообщение планировали в понедельник, 13 января. Чтобы потом у нас не возникали вопросы и не было, так скажем, вопросов в части того, что одним лицам, которые проживают в Чебоксаре, в Новочебоксарске устраивал маршрут, другим не устраивал. С учетом тех мнений, которые сегодня поступили, мы проводим до конца анализ, до конца дня. И уже в решающий момент, когда все вопросы будут сняты, я думаю, что завтра уже маршрут будет на линии. Новочебоксарцы были рады появлению троллейбусов в своем городе. И тут же посыпались предложения. Попросили еще охватить улицу Винокурово и улицу 10-5 лет, конечной остановки. Попросили мы Министерство транспорта полностью удовлетворить потребности, просьбы граждан. Глава республики потребовал решить вопрос в самое ближайшее время, отметив, что корректировать маршруты можно и в процессе работы. Александр Михайлович, давай, примите меры. В социальных сетях все чаще и чаще появляются призывы о помощи. Родственники больных людей разного возраста рассчитывают на помощь общества. Большинству нужны деньги на дорогостоящее лечение. Сразу двум мальчикам в нашей республике требуется срочная пересадка костного мозга. Такие операции делаются в клиниках Израиля. Сумма для лечения Максима Кудряшова уже собрана. Неизвестный перевел на счет мальчика – 8 миллионов рублей. Теперь помощь нужна малышу Артему Павлову. Они снова и снова загадывают заветное желание, чтобы младший сын и брат жил. Артему Павлову всего 3,5 месяца и у него остеопетрос. Генетическая болезнь, от которой никто не застрахован. Шанс на спасение – пересадка костного мозга от неродственного донора. Фонды нам подсказали, что давайте обратимся в клинику Хадаса в Израиле. Так как нам Москва дала официальный отказ, написали бумаги, что трансплантацию костного мозга для него уже не надо делать, так как у него уже повыражены органы много. В клинике Хадаса мы показали наши результаты анализов. Нам сказали, что все возможно, все хорошо, но только начальная стадия – это можно вылечить. Цена чуда – те же 14 миллионов рублей. Для семьи, которая живет в одной комнате-общежитии, сумма фантастическая. Но раскисать и сдаваться никто не собирается. Животик растет, печень увеличенная, селезенка. Затем у него гидроцефалия – это получается, как голова растет. Из-за того, что растет голова, там давит на слуховые нервы и на зрительные нервы. И вот они теряются – слух и зрение. Болезнь не ждет вообще. Время играет против нас. Болезнь ни на минуту не останавливается. Действует, делает свое дело. Пожалуйста, помогите. Павловым помогают десятки волонтеров. Одни взрывают соцсети, другие проводят акции и концерты. Поддержал малыша и известный актер Егор Сальников. Он провел в Чебоксарах благотворительный вечер. Я вас люблю. Среди зрителей – Светлана Чернова. Ее внуку сделали пересадку костного мозга в клинике Хадаса 7 лет назад. А это Диана Голицына. Она пережила трансплантацию 5 лет назад. По списку сейчас у нас больше 30 детей спасенных от этого специального диагноза. И из них одна третья часть – это именно наши чувашские дети. Есть возможность проверяться заранее, наноситься у этого сломанного гена. И это нужно обратиться к генетикам. На момент подготовки репортажа к эфиру в копилке Артема было всего полмиллиона из 14. Вы можете помочь малышу прямо сейчас, отправив смс на номер 3443. После слова «мрамор» надо поставить пробел, а потом написать сумму пожертвования. Добро – оно возвращается. Очень мечтаем, чтобы Артем у нас вылечился. Я с ним хочу в футбол играть. Я вот футболом занимался. Мы с ним будем бегать, играть в футбол. По-любому. Я в это верю. Мария Шоклева, Игорь Зверев и Борис Андреев. Республика. 13 января – день российской печати. 317 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». Как профессиональный праздник стали отмечать с 1991 года. Актуально, объективно, достоверно. Так работают журналисты во все времена. Профессиональный праздник отмечают все, кто имеет какое-либо отношение к слову. По данным управления Роскомнадзора, в республике зарегистрировано около 160 средств массовой информации. Это печатные СМИ, телевидение, радио, информационное агентство. Самые последние новости – значимые события в жизни республики. Чрезвычайные происшествия. Ничто не остается без внимания журналистов. В своих материалах корреспонденты не только поднимают животрепещущие проблемы, но и рассказывают об их решении. Высокая ответственность, максимальная оперативность и профессиональное мастерство. В конкурентной среде без этих качеств не обойтись. Лучших в этой отрасли будут чествовать на торжественном собрании 18 января в Чувашском государственном драматическом театре. Защита прав и интересов – главное дело их жизни. Свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры Чувашии. Алексей Зольников на службе в прокуратуре уже более 20 лет. Выбор профессии для него был делом нелегким. В его семье два поколения врачей. Но когда сын захотел связать свою жизнь с юриспруденцией, родители его поддержали. Профессия юриста нравилась мне с детства. Родители и на тот момент, на момент выбора профессии всегда поддерживали меня. И сейчас поддерживают во всех начинаниях. Потому что в нашей семье всегда было принято честно трудиться, заботиться о людях, помогать друг другу. Поэтому я думаю, что и профессия врача, и профессия прокурора, они похожи и имеют общие точки соприкосновения. Самое главное из которых – это помощь людям. А еще честность, порядочность, ответственность, верность закону и, конечно, профессионализм. Именно эти качества помогают Алексею продвигаться по службе. Сегодня ему вручили нагрудный знак почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Всего 44 сотрудника, в том числе и ветераны прокуратуры, получили различные награды и благодарности. Вы вносили, вносите и будете вносить, я абсолютно в этом уверен, значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. Эффективно отстаивайте интересы государства и прав граждан, пользуясь заслуженным уважением жителей Чувашской республики. Но наша совместная деятельность позволяет сохранить стабильную общественно-политическую ситуацию и развивать реальный сектор экономики. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, экономика, образование, медицина. Прокурорский надзор распространяется практически на все аспекты общественной жизни. Но главной задачей правоохранителей была и остается защита прав и интересов граждан и государства. Так, к примеру, в прошлом году 5000 людей, благодаря совместной работе прокуратуры и органов власти, сумели получить заработную плату, которую им задолжали работодатели. Общая сумма – почти 200 миллионов рублей. В прокуратуру Чувашской республики люди тоже приходят со своими вопросами, неразрешенными проблемами, просьбами о защите, а значит и доверяют нам. Мы стараемся помочь каждому, и в большинстве случаев, уважаемые товарищи, это нам удается. В прошедшем году разрешено 20,5 тысяч обращений граждан. Каждое пятое из них было удовлетворено с принятием мер прокурорской реагирования и реальным восстановлением нарушенных прав граждан республики. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Завершилась профильная смена для школьников «Кампус ЧГПУ». Она состоялась благодаря гранту Министерства просвещения России, который выиграл ВУЗ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Десять дней на базе санатория «Жемчужина Чувашия» шло погружение в сложный мир IT-технологий. Они разрабатывают шифры, пишут коды, анимируют логотипы. Речь идет об участниках профильной смены молодежных инноваций «Кампус ЧГПУ». Поскольку мы с вами переходим в информационное общество, в приоритете становятся специалисты в области IT-технологий, чем мы, собственно, и занимаемся. Для ЧГПУ плюс в том, что мы привлекаем будущих абитуриентов. Программирование, дополненная реальность, дискретная математика. А всего десять лабораторий. В каждой из них участники должны защитить кейс на определенную тему. Так, например, в направлении робототехника школьники решали проблему загрязнения Волги. Я сейчас держу в руках робота, одного из трех типов, который сможет убирать бытовой мусор с нашей родной реки. Также они смогут собирать водоросли. Во время решения нашего кейса мы осознали, что водоросли можно будет использовать для получения энергии, что, конечно же, будет рывок в будущее. Еще они смогут мониторить браконьеров, что, конечно же, намного улучшит экологическую обстановку. Детская смертность при ДТП кейс лаборатории «Виртуальная реальность» на решение проблемы участников три дня. Ребята разработали виртуальный модуль. Любой, кто наденет очки, видит аварию глазами водителя. После просмотра видео у большинства людей страх, ужас и переосмысливание своего поведения во время дорожного движения. Если отвлекаться на посторонние предметы, можно попасть в ДТП и устроить аварию. Чтобы попасть в кампус ЧГПУ, все желающие проходили отбор. По его итогам, 150 лучших из лучших приехали на базу санатория республики. Среди участников не только ребята из Чувашии, есть и школьники из Беларуси. В их числе Егор Васильков. Я первый раз в таком крутом лагере. Мне здесь очень нравится, дружелюбная атмосфера. Модераторы заинтересованы, чтобы ребенок не скучал во время смены. И для этого делают все. В течение смены участники не просто посещали лаборатории. В программе кампуса, мастер-классы, лекции, экскурсии на предприятия сейс-пель столицы Чувашии. Кстати, по итогам смены лучший участник отправится представлять республику на международный чемпионат кейсов. В Новочебоксарске прошли 25-е всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок главы Чувашии. Мерились скоростью и выносливостью более 800 спортсменов из 19 регионов страны. Подробнее Рифат Фадкулин. Рифат Фадкулин. Я просто еще 7 января стартовала, еще ножки не отошли после старта. Так, в принципе, довольна. Дома, родные, трибуна и зрители все помогают. Много звонков, но много смс было, как придем болеть за вас, нам приятно очень. Каждая секунда шанс на победу. В забеге на 800 метров золото взяла воспитанница Чувашской школы легкой атлетики Вера Васильева. Результат спортсменки 2 минуты 6 секунд. Ощущение колоссальное. Такая тактика была, чтобы последние метры отрабатывать и уже показать. Я думала, что получилось. Ну, так скажем, у меня еще Россия впереди. До России у меня еще целый месяц, скажем, есть время. Еще больше улучшать время и показать себя уже на российском уровне. Стремление к коллективским высотам, конечно. Да, это самая-самая такая мечта. Легкая атлетика – один из флагманских видов спорта в России, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Она приносит национальной сборной огромное количество медалей и формирует спортивный имидж страны. И хотя российские спортсмены сейчас в сложной ситуации, это не должно повлиять на развитие спорта в целом. Мы легкую атлетику всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать это однозначно. Нам оказывает доверие и мы готовы принять практических спортсменов на разных уровнях, для того, чтобы они показали свое лучшее мастерство и профессионализм. Спортивная борьба выдалась напряженной и захватывающей. Все фавориты королевы спорта получили кубки, дипломы, медали и ценные призы. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. Традиционные символы православного крещения – морозы и купание в проруби. Если холодов в этом году синоптики не обещают, то оборудование купели идет в штатном режиме. Безопасность мест для купания обсудили на городской планерке. На территории Чебоксар традиционно оборудуют четыре купели у Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь установят палатки с отоплением для обогрева, пункты продажи горячего чая и выпечки. На левом берегу Волги купели организуют в районе Сосновского причала. Для жителей Новоюжного района – при церкви святых новомучеников и исповедников российских. Также окунуться можно будет в районе коттеджного поселка Дубки. В канун крещения 18 января купели осветит настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы Протеиерей Петр. Самое пристальное внимание – соблюдению мер безопасности. Для поддержания в надлежащем состоянии территории и места купелей с 18 по 21 января 2020 года будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. 18 января по периметру крещенских купаний силами МВД будут установлены турникеты и организовано дежурство сотрудников полиции. Все подготовительные работы будут завершены 17 января. МЧС России Почуварской Республики напоминает, что купание предусмотрено только в специально оборудованных купелях. Самостоятельный выход на лед опасен для жизни. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать. До завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok